Уважаемый господин Ван И, уважаемый Игорь Сергеевич, коллеги, друзья, наращивание стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой в числе наших безусловных ключевых приоритетов. Это зафиксировано в утвержденной президентом Путином в ноябре 2016 года концепции внешней политики. Признательно нашим коллегам из Российского Совета по международным делам и Китайской Академии общественных наук за организацию очередной, уже шестой по счету, совместной конференции. Рассматриваем ее как хорошую возможность для оценки состояния и перспектив двустороннего взаимодействия, его растущего влияния на положение дел в мире. Нынешний год для нас особенный. 20 лет назад, 16 июля 2001 года, президент Российской Федерации Путин и председатель Китайской Народной Республики Цзянзэминь подписали в Москве договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Открывая эту новую страницу, стороны выразили решимость передавать дружбу между своими народами из поколения в поколение. Была юридически затверждена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений, равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Таким образом, этот без преувеличения исторический международно-правовой акт зафиксировал формирование новой модели наших межгосударственных связей, их выход на принципиально новые рубежи. Особо отмечу, что договор опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего цели и принципы Устава ООН. В документе закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, об отказе от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип уважения и выбора пути политического, экономического, социального и культурного развития. Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий третьими государствами в ущерб суверенитету, безопасности и территориальной целостности друг друга. Тем самым, без создания формального военно-политического объединения была сформулирована правовая основа для самой тесной координации в стратегически важных вопросах, затрагивающих коренные интересы наших государств. По сути, наше всеобъемлющее партнерство – это больше, чем классический военно-политический союз. Принципиальное значение имеет положение договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости превратить общую границу в границу вечного мира и дружбы. Его включение в текст способствовало окончательному урегулированию так называемой пограничной проблемы и кардинально укрепило обоюдное доверие. Уважаемые коллеги, значительна роль договора в придании и ускорении торгово-экономическому взаимодействию. Нам есть, что предъявить общественности. За прошедшие 20 лет взаимный товарооборот увеличился в 13 раз – с 8 миллиардов долларов США до 104 миллиардов по итогам 2020 года. Сегодня по линии межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству продолжается работа по 70 проектам на общую сумму более 120 миллиардов долларов. Стратегический характер приобрело партнерство в энергетической сфере. Уже почти 10 лет успешно функционирует российско-китайский нефтепровод. В конце 2019 года запущен газопровод «Сила Сибири». В российской Арктике с китайским участием реализуются крупнейшие проекты по производству сжиженного природного газа. Буквально на днях 19 мая президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вместе дали старт сооружению четырех новых энергоблоков российского дизайна на АЭС, Тяньвань и Сюйдапу. Поступательно наращивается кооперация в промышленности и сельском хозяйстве. В условиях непрекращающихся попыток Запада сдержать технологическое развитие наших государств особое значение приобретает взаимодействие в области науки и инноваций. Не случайно в 2020-2021 годах мы проводим годы научно-технического и инновационного сотрудничества, продолжая успешную практику тематических годов. Большую роль играют договоры в расширении культурно-гуманитарных обменов. Такая работа всемерно способствует поддержанию отношений добрососедства, упрочению межобщественной базы российско-китайского стратегического партнерства. К сожалению, пандемия и коронавирусные инфекции негативно повлияла на контакты между нашими гражданами. Уверен, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации нам в сжатые сроки удастся их восстановить и нарастить. Безусловным приоритетом должно быть, на наш взгляд, содействие изучения русского языка в Китае и китайского в России, а также диалог с молодежью, который уже скоро предстоит принять эстафету в деле развития и преумножения традиций российско-китайской дружбы. Договор, в каком-то смысле опередивший свое время, не ограничивается рамками двусторонних связей. Его положение способствует наращиванию нашего внешнеполитического взаимодействия. Сегодня, когда ряд государств Запада предпринимают попытки разрушить уоноцентричную международно-правовую архитектуру, подменить ее собственным порядком, основанным на правилах, наш диалог на мировой арене особенно значен. Москва и Пекин – последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства. Такой системы, которая отражала бы культурно-цивилизационное разнообразие современного мира и естественное стремление народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на всю систему международных отношений, открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории. С удовлетворением констатирую совпадение или значительную близость подходов Москвы и Пекина по абсолютному большинству проблем современности, включая поддержание глобальной стратегической стабильности, контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом. Мы успешно и плодотворно взаимодействуем на таких многосторонних площадках, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, РИК, Россия, Индия, Китай, Группа 20, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Восточно-Азиатские саммиты. Координируем шаги в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеаризации корейского полуострова по иранской ядерной программе. Россия и Китай выступают за мирное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, создание там надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, основанных на внеблоковых подходах. Сегодня и на пространстве Евразии реализуется целый ряд новаторских интеграционных проектов. Среди них Евразийский экономический союз, китайская инициатива «Один пояс, один путь». Работа по сопряжению их потенциалов имеет хорошие перспективы. Среди прочего, она закладывает прочную основу для формирования на нашем общем континенте, от Лиссабона до Джакарты, нового геостратегического контура мира, стабильности и экономического процветания, основанного на принципах международного права и транспарентности, открытого для всех, без исключения стран, включая членов Евразийского экономического союза, ШОС, ОСИАН, а в перспективе и Европейского союза. Именно на решение этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива президента Путина по формированию большого евразийского партнерства. В сцене взаимодействие с китайскими друзьями по ее притворению в жизнь скоординировано и параллельно с проектом «Один пояс, один путь». Уважаемые коллеги, базовый договор, 20-летие которого мы отмечаем в июле нынешнего года, это незыблемый фундамент российско-китайских отношений. Убеждены, что он остается живым, работающим документом, позволяющим развивать и настраивать наше стратегическое сотрудничество сообразно меняющимся реалием новой эпохи. Эпохи, требующие от всех нас, экспертов, дипломатов, политиков, постоянного внимания к новым вызовам и возможностям, тенденциям и прогнозам. Ваша конференция – хорошая площадка для спокойного, обстоятельного, профессионального обмена мнениями и идеями, без чего трудно наметить путь вперед и определить совместный алгоритм дальнейших действий. Поэтому в завершение хотел бы пожелать вам плодотворных дискуссий, интеллектуальных озарений на благо укрепления добрососедства и дружбы между Россией и Китаем. Благодарю вас за внимание.